Дима, ну ты идешь? Я уже заждалась тебя. Да-да, у меня сейчас просто важный разговор по работе. Ты что думаешь, я не знаю, что ты там с Валей переписываешься? Что? Как ты узнала? Ты у меня уже давно на крючке, я взломала твой смартфон. А вы тоже думаете, что ваш смартфон это ваша крепость личной жизни, сведения из которой никто не узнает? А ведь это может быть далеко не так на самом деле. Садитесь с удобнее, сейчас в течение 4 минут я вам расскажу, как понять, что ваш смартфон взломан. Будет интересно, досмотрите до конца. Поехали! Как получить доступ к любому смартфону? Вы должны помнить главное правило сегодняшних дней. Взломать можно все, что угодно. Уровень развития новых технологий поднялся за последние десятилетия в сотни раз. Хакеры и прочие злоумышленники имеют доступ к этим технологиям. А мы доверчиво держим свои пароли к самому важному аккаунтам в соцсетях, интернет-банкингу у себя в смартфоне. Устройстве, которое проще всего взломать. А ты знаешь о самой большой уязвимости смартфона? Хм... Напиши в комменты. Кто знает, тот получит респект лично от меня. Есть несколько способов взлома телефона. Ну, то есть установки на него специального программного обеспечения для управления девайсом на расстоянии. Самый простой способ – это на несколько минут завладеть смартфоном жертвы. И если на нем нет пароля, то этого времени хватит для установки шпионской программы. Пользуетесь ли вы свободными сетями Wi-Fi? На площадях, в кафе, в ресторанах? Конечно, да. А ведь все такие сети не защищены. Это означает, что благодаря подключению к такой сети ваш смартфон становится открытым хакером. Как еще можно взломать телефон? Например, подключив к нему неизвестный USB-порт. Вам срочно понадобилось подзарядить смартфон. В офисе вы втыкаете его в неизвестный чужой компьютер или ноутбук. А вы уверены, что владелец этого ПК, пока вас не будет рядом, не установит шпионскую программу на ваш смартфон? Есть еще один способ взлома. Это SMS-фишинг. Злоумышленники посылают SMS с программным кодом, который активируется в случае открытия сообщения на смартфоне жертвы. Он запускает алгоритм для установки шпионского ПО в скрытом режиме. Такие SMS-ки могут маскироваться под отчеты интернет-банкинга и другие подобные вещи. Напишите в комментариях, приходили ли вам подобные SMS-сообщения или если вы сталкивались с ситуациями, похожими на взлом или фишинг. Хм, постойте-ка. Основные признаки взлома мобильного аппарата. Перехожу к самому интересному. Как понять, взломан ли ваш смартфон? Есть ли явные признаки этого? Конечно, есть. Сейчас я о них вам расскажу. Первый признак. Нагревание смартфона без причин. Вы не играете на вашем смартфоне в требовательную к железу игру, не смотрите видео. Телефон вообще просто лежит на столе. А вы берете его в руки и чувствуете, что его корпус сильно нагрет. Это означает, что в вашем смартфоне в ждущем режиме работает какая-то программа. Вполне вероятно, что это может быть шпионское приложение. Второй признак. Быстрая разрядка смартфона без явных на это причин. Вы обнаружили, что ваш мобильник за короткий промежуток времени значительно разрядился, чего ранее не наблюдалось. Конечно, в первую очередь нужно проверить аккумуляторную батарею. Я уже рассказывал в предыдущих видеороликах, что для этого надо использовать приложение Battery Life или подобное ему. Другим объяснением быстрой разрядки является работа шпионской программы в скрытом режиме. Третий признак. Смартфон уходит самостоятельно на перезагрузку. У вас вдруг мобильник сам начал перезагружаться, а потом запустил какую-то программу и самостоятельно набрал номер. Вряд ли так выглядит сбой операционной системы. Скорее всего, сейчас кто-то управляет вашим смартфоном удаленно. Четвертый признак. Появление неизвестных номеров в журнале вызов. Почаще проверяйте журнал вызовом. В нем не должны появляться неизвестные номера, которых вы лично не набирали. Их могла набирать шпионская программа с целью прослушки, передачи информации или получения доступа к интернет-банкам. Смартфон не получается выключить. Если вы хотите выключить свой мобильный аппарат и жмете на кнопку питания, а он не отключается и начинает включать подсветку экрана, запускать различные приложения и предпринимать другие непонятные вам действия. Это значит, что он взломан, находится под управлением шпионской программой. Теперь вам известны признаки и способы взлома смартфона. На основе этого вы можете запомнить, как нельзя поступать с мобильником, чтобы его не хакали. Напишите в комментарии, какие еще признаки или способы взлома смартфонов вы знаете. А я сделаю продолжение. Что это? Напишите не просто модель, но и цели, с которыми его использовали. Первый угадавший получит 1 балл и возможность выиграть ценный приз.